Сегодня 28 сентября 2014 года. Мы тут с братом сидим вечерами, он общается с Францией. Миром принимаем. Что-то плохо слышно тебя, погромче говори. Да вот брат Владимир, он снимает наш разговор, ничего. Да можно, как пожелаете. Какие там новости у вас? Ну никакие. Ну в храм походите, нет? Да-да, я вчера была и сегодня. Православный храм или там вас мусульмане обращают уже? Мусульманы-то ревностные, смотрите внимательно. Да-да, у вас там много их, когда в Париже были, видели, что там много черных ходят. Да, у нас самая действенная вера – это Ислам в Париже, как во всей Европе, так что они вас на прицел поставят и будут обращать в ислам. Да нет, тут каждый живет как хочет, это власть пока против религии борется, а мусульмане живут в своем. Ну если ничего нет у тебя, я расскажу о благовестии. Мы приехали где-то часов в пять и пол шестого, наверное, да, брат Владимир? Не помню, не смотрел. Почему так долго у нас получилось? У нас сегодня благовестие необычное было. Село Буканка километров, наверное, 40 от нас. И холодно уже, у нас тут зимой пахнет. Это не Франция и не Греция. У нас плюс пять, вот такая вот температура. И мы решили, это Игнать Тихович нам посоветовал, никого не приглашать никуда, чтобы беседа была. Ну вот как в других деревнях. Летом можно хоть около клуба, там на стадионе или еще где-то, даже на скамейке где-нибудь сесть. А сейчас холодно, ну кого куда приглашать. Поэтому решили не приглашать, а просто по домам ходить, дарить Евангелие, приглашение, что в вашей библиотеке завезены книги. Вот мы несколько лет назад завозили, лет пять, наверное, в этой Буканке были. И дарить сайты, ну, ты знаешь, такие квиточки, у кого есть выход в интернет. И еще брошюрку, почему я верю. Просто по домам ходить. Но когда мы приехали, я посоветовал, что заехать в библиотеку, узнать, открыта она или нет. И, может быть, даст Бог там собрать людей. С библиотекарем согласовать это дело. И мы заходим в библиотеку вот с братом Владимиром. И что ты думаешь, там сидит человек восемь или десять, я точно не посчитал. Женщины за столом, чай пить у них, какое-то у них мероприятие, дни Алтая или что-то в этом роде. Ну и вот она, пожалуйста, аудиторию, никого собирать не надо. Они стали там вопросы задавать о Потеряевке, о нашей вере там, что это у вас за течение. Я говорю, у нас не течение, у нас православная вера. Какое же это течение. И что у нас был Владыка Максим на 16-е. Ты ролик этот видела, да? И Сергей, и Сергей. Да, Владыка Сергей. Вот там она, женщина говорит, Владыка Максим, она отстала от жизни, все еще Максим у нее. Я говорю, Сергей. И так получилось, что пришлось там немножко поблаговествовать, о нашей Потеряевке рассказать. То есть Господь уже аудиторию приготовил, мы едем, даже не знаем этого. Вот это все по вашим молитвам, Франция. Франция, Германия. Ну тут, Игнат Тихонович, что-то связь пропала. Еврейские штучки опять. Сейчас будем, отключил я, сейчас будем восстанавливать связь. Франция, Франция, говорит Потеряевка. Как слышите, прием. Хорошо. Хорошо. Что-то тут, кому-то не нравится, наверное, что мы Франции, облаговествуем Франции. Так вот, там оставили мы сестру Надежду Васильевну. Знаешь такую сестру? Надежда Васильевна Лапкина, спутница Игнат Тихоновича. И предоставили эту аудиторию, женскую аудиторию, пусть она там их обрабатывает Словом Божиим. А мы пошли по деревне и дарили Евангелие. Но приглашать никуда мы не стали, потому что библиотекарь, директор не согласилась. Я говорю только до часу. А мы в первом часу только туда приехали. Поэтому нам нужно было часа два-три, чтобы обойти деревню. Но оказалось даже больше. Пошел дождь. И мы в таких сложных погодных условиях ходили, раздавали книги. Но немножко они намокли. Тут нет такого Евангелия показать. Просто там четыре Евангелия. Крупным шрифтом, что очень ценно для пожилых, которые плохо видят. Слава Богу, нападений на нас не было. Никаких, ни четвероногих собак, ни двуногих людей, которые могут быть тоже... На меня-то была одна попытка. А, вот брат Владимир подсказывает. Он с камеры подходит, никого не трогает. И женщина такая, лет, наверное, шестидесяти, да? Да. Бросается на него, как моська на слона. Ну, все-таки мужчина перед ней, а она на него бросается. Ну, как бесноватая совершенно. Ну, ничего она не схватила, камеру не разбила. Ну, мне пришлось отступить. Он все-таки отступил. Приходится идти на уступки. Мы же все-таки не террористы какие-то православные. Мы должны тоже это чувствовать. Какая ситуация и так далее. Ну, вот так вот. Какие там беседы были, особо-то не было. Нам была дана инструкция нашим начальством сверху. Догадываешься, кто у нас. Инструктор главный. Что долго не разговаривать. Обойти и Евангелие подарить. У некоторых были уже Библии, Евангелие. Поэтому не в каждый дом мы дарили. У кого не было, мы им не давали. А вот у меня есть. Да, вот. У меня вот еще одно свидетельство было. Одной бабушке подходим. Ты слышишь его, нет? К одной бабушке подходим. Микрофон далеко. Я подаю ей приглашение. Мы раздавали библиотеку приглашение. Она говорит, бесплатно? Я не буду брать, у меня денег нет. Я говорю, так мы бесплатно. А, ну бесплатно. Слышишь? Слышишь, да? Бесплатно? Ладно, давай. Потом мы даем. Почему я верю? Книжечка есть такая, тоже неправославная. Я говорю, вот книжечка. Она такая, нет, у меня денег нет. Я говорю, с города, с Барнового только что приехал. Из больницы. Говорит, нет у меня денег. Я говорю, да это бесплатно. Опять взяла. Я говорю, вот у вас есть дома слово Библии или там Новый Завет? Нету. Я говорю, вот возьмите. Да у меня где-то только что с города. Вот так вот. То, что я давал материал, каждый раз говорил, все. У меня денег нету. Интересно так. Так это не случайно. Мы в одной деревне-то появились. У нас сестры же в таком благочестивом одеянии, как на богослужении. Ты же знаешь, да? И вот я слышу, они далеко, велосипедисты. Ну двое мужчин на велосипедах. И разговаривает. Вот, говорит, Пападья опять деньги собирает. Это и смех, и, как говорится, и слезы здесь. Потому что где православные появляются, сбор денег. Ну на что сбор денег? Не на издание Евангелии, а на колокола там, еще на что-то, на церковную утварь. Слово Божие, это не на первом месте. Поэтому, вот опять, говорит, Пападья появилась, деньги собирает. Вот, такая история. Я в Витебске тоже видела, повсюду стоят ящики, собирает деньги на храмы, на строительство храмов. Да. Тоже повсюду. Ну вот, предлагаю, если новостей нету, предлагаю Новый Завет взять, толкование Блаженного Феофилакта. Первый том. Я кое-что про крещение еще нашла. Да, да. Ну, в толковании. Послание, первое от Йоанна, послание, пятая глава. Второй том, да? Скажу, я записала, если что. Ну, дай, пожалуйста, второй том, я сейчас возьму. Ну, читай, я сейчас открою. Скажи страницу. Страница двести, двести шестьдесят четыре. Не знаю, как у тебя. Двести шестьдесят четыре. Там, наверное, новое издание. Нет, да? Пятый, шестой стих. В самом конце. Пятый, шестой стих. Самое последнее приложение. Пятая глава, пятый, шестой стих. Так. Это ты толкование хочешь, да, зачитать? Да, да. Ну, читай. Ну, потому что кто через погружение в крещение и погребся со Христом, тот мёрз для мира, то есть для мирских прихотей, и живёт уже не для мира, но для Христа. Да. Да, нашёл такие слова. Несколько раз встречаются. Мёрз для мира, то есть для мирских прихотей. Погружение. Ну, то есть, понятно, что слово вообще крещение означает погружение. Воевать? Ну, ты только сначала рассчитай свои силы-то воевать. Только надо знать. Всё равно придётся же говорить и живёт. Знать слово Божие хорошо, толкование, надо и каноны некоторые правила знать. Если ты сможешь пойти на войну, как в притче говорится, на царя с двадцатью тысячами, а у тебя десять тысяч, а у него двадцать тысяч. Вот, и Господь говорит об этом, то тогда может воевать. Да, но всё равно я же если по причастию уже не хожу, уже что-то, он уже заметит. Заметил, да? Отвечать приходится всё равно. Ну, это правильно, да. Это умно быть. Причастие – это очень, очень страшно даже. Если человек меня сознаёт. Не, он ещё ничего не говорит, он скажет же. Да я не об этом, я в общем говорю. Многие из вас больны, умирает, апостол Павел говорит, и люди бесноватые становятся. В моей жизни встретился такой человек, который причащался каждое воскресенье. Это была сноха у нас, жена брата моего старшего Владимира. И потом трагедия произошла, она просто с ума сошла. От этого, не от этого, но я всё-таки читаю Слово Божие, толкование, что многие из вас больны, умирают. То есть человек стал совсем, ну, невменяемым, так скажем. Не то, что неразумный, а безумный. И я давал ей материал, беседовал, это очень давно было, в 96 или 97 год. Материалы крещения. Она пошла к священнику, священник сказал, что мы сектанты, Лапкин сектант. И всё, на этом кончилось. Я говорил о том, что каждое воскресенье не стоит причащаться, это очень опасно. Вот и трагедия случилась, что потом брат развёлся с нею, она в сумасшедший дом попала и так вот. Вот, поэтому причастие – это очень важно и очень даже страшно. Страшно в том плане, что если человек не осознаёт… А это крещенное было? Я даже не знаю, ну, наверное, мочёное, как и все. Вот я у них жил одно время, благодарю Бога, что они мне место, комнату предоставили. И там занимался Словом Божиим. Это время у меня было необычное, когда я отделился от родителей, отделился от общины, жил в Новосибирске и читал Слово Божие по 20 глав в день. То есть вот такой вот я себе планку поставил. Ну, я жил один и мог совмещать это с работой. 22 глав в день. Именно начался Великий пост, и я во время поста решил вот такое чтение себе. Были благословенные минуты, благословенные дни. Свидетельствовал там на работе. Работал у брата другого, второго. Занимался пластиковыми оконами, сборкой. И свидетельствовал. Ну, вот и разговаривал с этой снохой. А потом какое-то время прошло, я узнал. Ну, время много прошло, что она вот безумной стала, к сожалению. Каждое воскресенье причастие, причастие. Поэтому вот это все в совокупности набирается опыта. И... Все равно мне придется отвечать, почему я не крещусь. Конечно. Скажи, я не крещеная. Крещение погружением. Святые Отцы об этом говорят. И все. И не надо ничего больше говорить. А если что-то опять будет, ну... Толкование, и блаженный Фефилакт об этом говорит. Переведи толкование, скажи. Отец Андрей... Я ему приведу место. Вот. Можешь показать. Ну, здесь... Ты же потеряла крещение, может, буду переводить пятиход. Чтоб был запас. Да. Хотя... Да. Это благословенный труд. На французский язык переводить. Просветитель Франции. У нас просветитель славян Кирилл Мефодий, а то какая-нибудь в дальнейшем святая Жанна, просветитель Франции. Но это надо хорошо язык знать. Сегодня или вчера Илья Игнать Тихонович сказал, что... Чтобы язык очень хорошо знать, нужно много очень им заниматься, трудиться. А так разговорные, это... Есть люди, которые быстро это... Ухватывают. А чтоб переводить, конечно, надо глубину знать. Правильно я говорю, да? Ну, я пользуюсь переводчиком. У меня одна. Так, ну, предлагаю Евангелие от Иоанна. Мы как раз начали вот читать с братом по утрам. Открой страницу 517-ю. Первый том толкования Блаженного Феофилакта. Так и вспоминаешь слова из стихотворения Игнать Тихоновича. На русском переводчикам хвала. Они покровы сняли с тех событий. Произнесли Господь, а не Аллах. Все размололи и просеяли на сите. Это песнопение есть, моя музыка. Богослужение на русском, на понятном. Такое не слышала песнопение? И вот как раз к чему я говорю, что переводчики благословенный труд сделали. Синодальный перевод – один из лучших в мире. Четыре духовные академии. По-моему, я как-то говорил, какие академии. Помнишь, нет? Алло, слышно, да? Академии какие? Слышишь, нет? Да, да, слышу. Московская, Киевская, Санкт-Петербургская и Казанская. Вот четыре основных города России до революции. Так можно представить. И там академия. 1876-й. 1876-й при царе-батюшке Александре II, который погиб от рук террористов. Бомбу бросили под ноги. Так, мы остановились. Евангелие от Иоанна. 1 глава, 3 стих. Господи, благослови. Все через него начало быть. И без него ничто не начало быть, что начало быть. Толкование блаженного Фефилакта. Не считай, говорит, слово разливающимся в воздухе и исчезающим, но почитай Творцом всего умопредставляемого и чувственного. Ибо стоя в храме, он учил об отце своем, как и сам говорит. Я открыл имя Твое человеком. Иоанна 17.6. Кому эти действия приличны? Отцу или сыну? Все сыну. Ибо он в учении возвестил имя Отца, сказав это. Сказав это, блаженный Давид присовокупляет и то. Вначале ты, Господи, основал землю и небеса дело рук Твоих. Все через него начало быть. Но апостол Павел, я просто параллельно место говорю в послании Колоссянам, говорит, что им все создано. Сразу же это против еретиков, которые утверждают, что Иисус Христос не Бог, а просто хороший человек, пророк, как мусульмане, кстати, говорят. И на версии, и такие. Вот, послание Колоссянам, вторая глава. Там много очень стихов говорится, я стих не буду называть, а просто вторая глава. Что им создано все. Это против яговистов, мусульман, это можешь привести место. Да, ну и для тебя, чтобы ты укреплялась в вере, чтобы сомнений не было. Им, там о Христе он говорит, очень многое пространно. Создано все. Видимо и невидимо, перечисляет. То есть, это все басни человеческие, что он просто пророк. Было множество пророков. А пророк с большой буквы – это Христос. И Моисей во второзаконии, главой сейчас не помню, он возвестил, что пророка воздвигнет вам Господь, его слушайте. То есть, Моисей был уже стар и, видимо, некоторые приуныли, что Моисея скоро не будет. Но Моисей их ободрил, пророка. Пророк с большой буквы – только Христос. Дальше я не нахожу. Вторая глава. Пошла опять про Крещение. Можешь… А, ты о Крещении ищешь? Два двенадцать. Нет, просто наткнулась. Или Колоссяном. Колоссяном я. Колоссяном просто вторая глава запиши, а потом посмотришь. Дальше продолжаем. Все через него начало быть. Моисей, говоря о видимой твари, ничего не объяснил нам о тварях умопостигаемых. По елику. Евангелист сказал, по елику поскольку можно. Сказал, что слово сотворило все, то дабы кто не подумал, что и Духа Святого оно же сотворило, прибавляет. Все тем было. Что же все сотворенное, как бы так он сказал, что не есть в сотворенной природе. Все это получило бытие от слова. Посему хитрое умозаключение Порфирия, язычника, распадается само собою. Он, пытаясь не спровергнуть Евангелию, употребил такое разделение. Если Сын Божий есть слово, то или произносимое, или внутреннее слово. Но он ни то, ни другое. Следовательно, он не есть слово. То есть это приводит блаженный Феофилак еретика. Может быть, этой ереси уже и нет. Это было в 11 веке, он писал, точнее проповедовал архиепископ Болгарский в Болгарии. Там, кстати, тоже много было различных ересей и просто язычества. «Но Дух не принадлежит к сотворенной природе, посему Он не от него и бытие получил». То есть здесь высшее богословие Троицы, откуда произошел Сын. То есть Он рожденный от Отца. Вот эти первые стихи, пять стихов, Иоанна, первая глава с первого по пятый. Желательно бы заучить наизусть. Вот я когда учил Евангелие от Иоанна, то эти стихи я включил как раз в этот список, чтобы заучить. Первая глава с первого по пятый. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Первые пять стихов. На французском. Да, конечно. Ну раз ты живешь среди французов, им нужно свидетельствовать. Слово «логос» еще означает по-гречески. Так, вот первые три стиха мы прочитали, но сейчас с тобой просто третий. Мы уже первый, второй с братом Владимиром читали. И далее четвертый стих. «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». Толкование. «Евангелист называет Господа жизнью, как потому, что Он поддерживает жизнь всего, так и потому, что Он подает жизнь духовную всем разумным существам». «И светом, не столько чувственным, сколько умным, просвещающим самую душу». Не сказал, что Он свет одних иудеев только, но всех человеков. «Ибо все мы люди, так как получили ум и рассудок от создавшего нас Слово, называемся посему просвещаемыми от Него. Ибо разум, данный нам, по которому мы и называемся разумными, есть свет, руководящий нас в том, что должно и чего не должно делать». Простой пример. При свете ты можешь ходить, видеть, искать какую-то вещь, просто жить, существовать. Нету света. Куда пойдешь? Вот у нас сейчас такая тема на улице, потому что небо заволокло тучами, что выйдешь и, как говорится, «не видно низги», есть такое выражение по-русски. Тебе понятно это выражение «не видно низги»? Ну, то есть ничего не видать. Это литературное такое, да. Я не знаю, как по-французски будет, потому что здесь своеобразный перевод. Там у французов есть тоже свои, ну, как и в любом другом языке. «Не видно низги». Ну, вот как по-французски будет звучать? Ну, ничего не видно. Или вообще ничего не видно. Ну, я не знаю таких специальных выражений. Нет, ну, не низги, а просто ничего не видно. Он и варьян. Он и варьян. То есть полная тьма. И вот свет, свет, сравнение со светом, это очень даже простой, доступный пример. Простым людям, даже неграмотным. И Господь есть свет. И нету в нем никакой тьмы, Он дальше об этом говорит. И в Псалме говорится, что Господь Бог есть солнце и щит. То есть солнце, которое просвещает, греет нашу землю. Без солнца и жизни не было. И вот сравнение такое дается, что Господь тоже зиждитель еще есть такое выражение. Зиждитель. Он всемогущий. И Он держит нашу землю, вселенную в своей деснице. Вот эти все законы, которые установил Господь. Вплоть до того, что от массы электрона до каких-то больших космических законов. Движения планет и звезд. Все это Господь зиждитель поддерживает. Если только Он уберет свою всемогущую силу, то все это придет в хаос, беспорядок. И вот Он просвещает наш ум. Казалось бы, что тут такого сложного? Через рассматривание творений познать величие Творца. Люди живут непросвещенные Духом Святым. Не понимают этого? Тут какая красота! Мы ехали, когда березы, осины, тополя перекрасились в различные цвета. Великая рука великого художника все это перекрасила. Ну какая красота! Есть их творение такое, пишутся прекрасные пейзажи. Да, Вера Кушнир. Пишутся прекрасные пейзажи. Это, кстати, песнопение из баптистских песнопений. Очень хорошее. Мы раньше пели на кострах это песнопение. И вот Господь свет просвещает разум. И тут вдруг человек живет и начинает понимать. Так кто-то же это все сотворил. Это Господь его касается. И вот это, что нас окружает, животные, растения и люди сами. Не просто сами по себе. Опять прервался. Смотри, как часто. Сколько говорили, такого не было. Иногда час-полтора. Франция, Франция, на связи Потеряевка. Кто-то прерывает нашу связь. Кто-то не желает, чтобы мы вас миссионерили, евангелизировали. Ну понятно, нам не безызвестны умыслы. Господи, благослови. Перекрести там свой компьютер. Да, но можно и впереди. Это можно любому. Не обязательно священнику. Любой верующий может это делать. И самому перекреститься, и впереди. Когда в машину садишься, так же. Господи, благослови. Из дома уходишь. Господи, благослови. Три поклона. И в машине то же самое. И впереди перекрести. У меня случай такой был. Ехал я из Барнаула к родителям. Только из Барнаула. Нет, даже не выезжали, а в центре там ехали. И я мысленно, почему-то я сейчас не помню. Вроде как даже постеснялся перекреститься так. Ну люди сидят. Я мысленно крест представляю. Четко, ясно. Тут же шофер в доли секунды. Вот как я крест представил. Перекрестился мысленно. Он по тормозам и машина проезжает. Не знаю, кто виноват там был. То ли этот шофер автобуса, то ли тот. Чуть ли не было столкновения. И Господь сохранил. Сила Чеснага Животворящего Креста. Я, кстати, вопрос задавал. Помнишь об этом? Ну, размышляла. Вопрос-то сам, формулировку помнишь? Ну да. Что означает крест для нас? Что означает крест для нас? Для тебя именно. Да. Ну и... А потом? А почему потом? Можно сейчас? Ну потому что мы занимаемся. Ну, мы вставку можем сделать. Ну ладно, хорошо, потом. Так, где мы остановились? На пятом стихе, да? Да. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Свет, то есть Слово Божие, светит во тьме. То есть в смерти и заблуждении. Ибо Он, и подчинившись смерти, так преодолел ее, что принудил ее изблевать и тех, которых она прежде поглотила. И в языческом заблуждении сияет проповедь. Что значит изблевать тех, которых она прежде поглотила? Это понятно выражение или нет? Главное, такое сравнение именно. А приведи на основании Писания, когда это совершилось. Когда смерть изблевала тех, которых она поглотила. Можешь привести? Когда Господь воскрес, воскрес, что случилось? А, Он проповедовал в аду, преисподней. Ну да. Ну так видите, воскресли... Это Моисеи, бывших пророков. Нет, но воскресли другие. То есть смерть отдала, изблевала. Вот такое выражение блаженство Филак приводит. Отдала вот эти души. То есть нет уже власти смерти. Почему смерть появилась-то в мире? От первородного греха. От первородного... Ну а еще почему? Более полнее. Когда Адам согрешил. Когда смерть... Ну Он духовно прежде умер, а потом телесно. Да? То есть две смерти. Два воскресения, две смерти. Вот на основании Священного Писания. Духовно умер вначале, а потом телесно. Возмездие за грех. Римлянам 6.23. Послание к Римлянам. Возмездие за грех – смерть. А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. То есть человек согрешил, пал. Теперь возмездие за этот грех – смерть. И вот мы все умираем. Но сейчас нужно прекрасно понимать, что сейчас происходит искупление души. А в полноте искупление тела будет когда? Тогда, когда придет Спаситель. То есть сейчас искупление души. Все равно мы стареем, умираем. Есть хороший фильм документальный. Исследуют, почему человек стареет. Интервью берут у долгожительности. Она там сто с лишним лет, сейчас не помню, живет. И спрашивают, что вы, как жили, образ жизни и так далее. ДНК у нее взяли. И все равно приходят к выводу. Все равно наука ничего не сделает, стареть он и будет. Ну, тут как раз в Библию надо изучать толкование. Грех появился в мире от произволения человеческого. А еще написано у Премудрого Соломона «Завистью дьявола смерть вошла в мир». Завистью. Кого он завидовал дьявол? Кто так хорошо жил в такой идиллии в Эдемском саду? Позавидовал он первым людям. Ну и что? Пошла она без присмотра мужа. А муж что-то расслабился у телевизора или в футбол не смотрел. А жена где-то там ходила, образно говоря. Да. И что из этого вышло? А тут он выпал с этот змей-то и соблазнил ее, эту Еву неразумную. И вот она смерть входит в мир. Но Златоуст прекрасное такое делает пояснение, что дьявол поражает человека трезубцем. Девой, древом и смертью. Вот он трезубец. Как вонзил все, окончательно человек умер. Никакой реставрации, как говорил покойный патриарх Алексий, его реставрировать надо. Кого? Мертвеца что ли? Ну давайте ему подкрасим губы, колечко на него оденем, так по щечкам пошлепываем. Ну мертвый лежит человек, но не воскресает. А кто может? Христос его может воскресить. Вот это должно быть рождение свыше, перерождение, а не просто его реставрировать. Кого реставрировать? Мертвеца? Они мертвецы и ходят в церковь, и не перерождаются, даже исповедуются и причащаются. Потому что Христа как своего Спасителя в сердце не приняли. Вот он главный шаг, чтобы посвятить свою жизнь Христу. Сердце отдать Господу. Сегодня на Благовестии я говорил об этом. Одна говорит, у меня иконы есть все. Иконы – это хорошо, но сердце свое отдала ты Христу или нет? Вот, сестра, задумайся тоже. И родителям тоже стараемся. Да, это хорошо, Благовестница. Мама тоже иногда говорит, вот эти люди ходят, но есть церковь и тоже верующие. Но не так уже, чтобы там полностью, да. Вот такой. Богу как раз надо всем сердцем. Да, Господь говорит, дай мне сердце твое, сын мой. То есть полностью сердце посвятить Господу. Не на половинку, не на 99%, а полностью. И вот далее мы говорили о смерти. Ибо он, и подчинившись смерти, так преодолел ее, что принудил ее изблевать и тех, которых она прежде поглотила. И в языческом заблуждении сияет проповедь, и тьма его не объяла. Ни смерть не преодолела его, ни заблуждение. Ибо свет этот, то есть Слово Божие, непреоборим. Некоторые тьмою считали плоть и земную жизнь. Слово сияло и тогда, как стало во плоти, и было всей жизни. А тьма, то есть противоположная сила, искушала и преследовала свет, но нашла его неодолимым и непобедимым. Тьмой называется плоть не потому, будто она такова по естеству, да не будет, но по причине греха. Плоть человеческая. Вот в церкви на вечернем богослужении в субботу мы поем, в лепоту обличейся. То есть красоту человеческой плоти, она прекрасна человеческая плоти. Но вот во грехе она, если живет, то понятно, что хуже скотина даже человек становится. И псалмопеец Давид говорит, что я был как скот пред тобою. Что это он так себя унизил? Ну почему? Падал, грешил и я как скот пред тобою, Господи. Вот. А то бывает человек еще и хуже скота. Кому масса примеров. Вот эти убийства, война среди мира животных, даже такого не наблюдается. Лев сытый, он никого не будет грызть. А человек сытый может убивать безумие. Потому что так человек отступил от Бога, что убивает себе подобных. Под разными там причинами, под разными идеологиями. Слава Украине или еще там слава или КПСС и так далее. Или за Великую Америку или тому подобное. Вот. Славы моей Господь, говорит, не дам никому. То есть единому Богу надо славу воздавать. Есть песнопение, оно очень короткое. Единому Богу слава, единому Богу слава. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков аминь. Такая музыка очень красивая. И все. Вот эти только слова повторяются. И снова единому Богу слава. Далее. «Ибо плоть, доколе управляется законом природы, не имеет решительно никакого зла, но когда подвигнется за предел природы и служит греху, становится и называется тьмою». Человек, не просвещенный Духом Святым, ходит во тьме. Неправильные взгляды на политику, на жизнь бытовую, на семейную и так далее. Непросвещенный Духом Святым, во тьме живет. Слепой. Вот сегодня мы ходили по буканке. Иногда мы стараемся в дом не заходить, это очень редко. Может инвалид какой-то, бабушка, медленно собирается. В окно стучим и иногда видно, в окне кто-то мелькает. Кто-то встает с дивана только. Днем спят. Выходят заспанные. Выходят такие лица, что отрешенные, не нужно им ничего этого. Живут во тьме. Нас Господь и послал к таким. Господь послал. Я ученик Христа. С Его ключом к домам, квартирам, душам. И для меня новый путь настал. Да слушают имеющие уши. Благая весть, тревожные звонки. Крушение льда, засев по целине. Вам, проповедники, готовятся венки, что подтверждается писанием вполне. Вот песнопение, благая весть. О чем говорит. Вот мы по домам ходили. То есть живут в своем коробушке, в мерке и ничего не хотят знать. Или просто, да я в церковь езжу, ну и что из этого. А жизнь не меняется. Один там с сигаретой вышел на встречу. Я ему говорю, что мы православные христиане, проповедуем Слово Божие и распространяем Евангелие. А я сам живу со Христом. И тут же сигареты стоят. Ну какой же Христос, когда ты служишь дьяволу этой кадильнице. Иоанн Кронштадтский говорил, что уста курильщика подобны демонской кадильнице. И кто разрушит храм Божий, а наши тела это храм Божий. Нам Бог дал эти тела. Того покарает Господь, говорит апостол Павел. А тут напрямую разрушение идет. Да еще окружающих травит. И я, говорит, со Христом. Я вспомнила тоже на случай. Когда мы вышли из церкви, мусульманин какой-то интересовался. Думал, протестанты. Мы сказали, что мы ортодоксы, мы православные. Он говорит, да, я рамадан делаю. Потом мы едем уже и он сигареты тоже. И этот брат говорит, вот он рамадан делает. И так вырит. Тоже во всех религиях, да. Ну, обмерщение такое. Конечно, настоящий правоверный мусульман этого делать не будет. Это так же, как у нас православные. А я, говорит, православные, тут же сигарету держит. У меня свой священник есть, а сам стоит, шатается. Таких тоже встречали, пьяный. Вот по прочитанному есть какие-то вопросы. Здесь, почему называется Иоанн Богослов. Он богословствует на такие темы, что другие евангелисты не затрагивали. Господь по великой любви к своему ученику это открыл ему. И он нам тайны, откровения открывает. А блаженный Феофилак, блаженный умом, опираясь на Златоуста, нам толкует. И все это сквозь века проносится и проникает во Францию, в Мец, и в Потеряевку, в Маунтовский район. И для Слова Божия нет ус. Как и известная книга Игната Тихоныча, да. Никаких ус нету. Здесь вот говорилось о том, что свет во все уголки проникает. Свет Слова Божия во все уголки вселенной распространялось. И мученики умирали за Христа, не боялись никого и ничего. Даже дети показывали героизм в вере. Кто такие святые? Это герои веры, подвижники, мученики. Те, которые свою жизнь отдали за Христа. Многие из них не были крещеные, но крещеные своей кровью. И вот это Слово Божие распространялось и преград не было. Казалось бы, такие гонения, как Нерон воздвигал. А если ближе к нашему времени вспомнить, 20 век. Здесь больше мучеников в 20 веке, чем за остальные первые 19 веков. Потому что такие лютые гонения были. И небо, возможно, наше наполовину славянское, а то и больше. И сколько русских, белорусов, украинцев полегло, верующих за имя Христова. Мы их и не знаем. Просто есть жизнеописания коротенькие. Эту книгу мне сестра подарила. Ольга, ты с ней знакома. Родная сестра. Там «Святые 20 века». По-моему, так она называется. У меня она на скворечнике, в домике деревянном. И буквально несколько строчек будет. Жил какой-то священник, говорил проповеди церкви. Пришли коммунисты, вытащили его, расстреляли или какие-то зверства творили. То есть, вот так. Даже за такие небольшие проповеди по Евангелию, а были такие священники. Это редко, но было все-таки, что они проповедовали. Уже были гонения. Ты там что-то не так сказал в властях или еще что-то. Просто творили зверства. Но Господь это попустил. Важно правильные уроки из этого извлечь. А, к сожалению, мы, как видно из-за обыденной жизни, неправильно извлекаем нужное из этих уроков. Снова храмы строим. Хотя нужно воздвигать храмы какие? Духовные. Один святой сказал, Бог живет не в стропилах храма, а в ребрах людей. То есть, Господь нас обитает. И буду их Богом, и они будут моим народом. Говорит Господь. Вот так. Вот теперь из этого высшего богословия он как бы немножко приземляется, апостол Иоанн. И уже говорит о пророке Иоанне Претечи, который является последним пророком Ветхого Завета. Но он как бы на границе Ветхого Нового Завета. Из рожденных женами не восставал больше Иоанна Претечи. Хотя вот если так поразмышлять по-человечески, ну Моисей-то сколько он чудес творил. Сколько он занимался с тем неразумным народом и вел его из Египта. Сорок дней они могли идти, а они шли сорок лет. Почему? Как раз я вот библейскую историю прочитал до книги Судей. Господь просто их уничтожал, как непокорный народ. Они вышли с закваской египетской, с закваской непокорства, непослушания. Явные чудеса совершались и они все равно не внимали Господу и Моисею. И восставали, как Корейдафан и Аверон, книга чисел 16 глава. Так вот Моисей насколько велик был. А Иоанн Претечи уже непосредственно пришел перед тем, как Господь вышел на проповедь. Он приготовлял сердца людей к принятию Мессии и какую жизнь он вел. То есть у него другая миссия была. Господь каждому дает свои таланты. В то время нужен был Моисей. Пришло время нужен пророк Иоанн. Пришло время родился Игнатий Тихонович Лапкин. Вот. Ну и так далее. То есть всему свое время. Пришло время, мы были во Франции, познакомились там с христианкой православной. Всему свое время. В Германию приехали. Это все Бог с точностью до секунды. Мы сломались под Бордо. Всему свое время. Познакомились там с ремонтником. Там ночевали одну ночь. Всему свое время и так далее. И везде все у Бога рассчитано. И последние секунды нашей жизни тоже рассчитано. Только мы не знаем этого. Когда и где это будет. Вот так. Ну что, еще почитаем? Да. Ну, ты можешь и не снимать уже. Он на камеру нас снимает. Ничего? Да. На видеокамеру. Он профессионал уже. Ладно. Слава Христу. Аллилуйя. Спасибо Христос, брат. Слава Христу. Спасибо. Спасибо. Спасибо.